всем доброго дня представляю вам сегодня мастер-класс вот такого квадрата он связан по узору нелли соловей по квадрату который выполнен иглой то есть это игольное кружево ретичелло я использовала пряжу филодискозия номер 8 стопроцентный хлопок 340 метров 50 граммах вязала крючком номер 09 и у меня получился квадрат от пико до пико 9 с половиной сантиметров нам также понадобится ножницы обрезать нить игла трикотажная чтобы заправить кончик нити и для того чтобы выровнять отпарить отгладить квадратик нужны будут вот такие булавочки можно отпаривать при помощи утюга то есть вы вначале четко делайте квадрат растягивайте чтобы равномерно выравниваете чтобы у вас был квадрат с одинаковыми сторонами либо это можно увлажнить просто побрызгать пульверизатором или положить какую-то мокрую салфеточку тряпочку и она у вас за ночь высохнет и тогда будет квадрат красивый поглаженный аккуратный смотрите внимательно как вы заправляете нитки то есть у вас изнаночная сторона тоже должна быть аккуратная не должно висеть никаких посторонних ниточек то есть все должно быть заправлено я вам предоставляю словесное описание оно будет под этим видео если вы хотите участвовать в конкурсе то пожалуйста вяжите этот квадрат отдельно о конкурсе об участии в конкурсе и какие будут призы вы услышите в прямых эфирах поэтому подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить много интересного и рада буду всем новым подписавшимся и всем кто будет участвовать в конкурсе желаю вам удачи свяжите тоже такой же красивый квадрат набираю кольцо из 8 воздушных петель в первую воздушную петлю провязываю глухую петлю хвостик нити сразу у меня заворачивается и вот так прокладывается поверх цепочки провязываю 16 столбиков без накида вкалывая крючок во внутрь кольца в конце ряда выводим нить на изнаночную сторону обрезаем хвостик нити и в первый столбик провязываем глухую петлю за обе нити второй ряд провязываем 5 воздушных петель можно в пятую воздушную петлю петля это та которую мы сделали уже движение то есть мы сделали какое-то действие не нить на крючке а петля которая у нас воздушная петля получилась пятую воздушную петлю добавляем маркер дальше провязываем 5 воздушных петель столбик с двумя накидами делаем 2 накида пропуская внизу следующий столбик и в следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами петлю не вытягиваем а провязываем таким образом чтобы был плотный столбик 5 воздушных петель столбик с тремя накидами внизу столбик пропускаем и в следующий провязываем столбик с тремя накидами не забываем что петлю не вытягиваем и чередуя таким образом 5 воздушных столбик с двумя накидами 5 воздушных столбик с тремя накидами провязываем весь ряд в конце ряда мы провязываем 4 воздушные петли вместо 5 и там где у нас маркер можно нитку потянуть тогда петля немножко вытянется и будет видно куда мы вкалываем крючок провязываем глухую петлю и заканчиваем ряд третий ряд провязываем под арку 3 столбика без накида пико 3 воздушные петли в первую воздушную петлю провязываем глухую петлю либо вы можете провязать пико другим способом захватывая две нити столбика без накида вот таким образом вы провязываете глухую петлю тогда пико будет немножко ниже и она будет скажем более устойчивым более жестким можете воспользоваться тем или иным способом провязываем три столбика без накида в эту же арку над столбиком провязываем столбик без накида это будет наш раппорт мы его повторяем по всему ряду в конце ряда в петли подъема провязываем глухую петлю следующий четвертый ряд провязываем 3 воздушные петли подъема и можно добавить маркер 10 воздушных петель я сейчас добавлю маркер в принципе можно без маркер это вязать но для наглядности будет хорошо когда у нас будет маркер я провязываю еще 7 воздушных петель столбик с одним накидом провязываю вот сюда пропуская три столбика без накида пико 1 2 столбик и в 3 ну то есть ориентировочно над столбиком вот этим который наряд ниже я провязываю столбик с одним накидом слишком не вытягивая провязали столбик с одним накидом теперь 7 воздушных петель разворачиваем нашу цепочку провязываю столбик с четырьмя накидами делаю 4 накида и над столбиком столбиком с накидом я провязываю вот этот длинный столбик с четырьмя накидами теперь мне нужно провязать глухую петлю там где маркер я провязываю глухую петлю теперь мне нужно провязать обвязать вот эти вот цепочки я разворачиваю полотно вот таким образом и захватывая цепочку из воздушных петель я провязываю 9 столбиков без накида две воздушные петли чтобы не стягивала разворачиваю вот у меня следующая цепочка не столбик а именно цепочка и эту же цепочку вначале притягиваем столбик я обвязываю провязываю 9 столбиков без накида 3 4 5 6 7 8 9 1 воздушная петля и теперь провязываем глухую петлю захватывая столбик и еще можно захватить саму цепочку чтобы у нас не крутилась это зернышко то что когда мы потянем она у нас может крутиться а так она будет более аккуратно и красиво и дальше мы вяжем 10 воздушных петель столбик с одним накидом пропуская здесь три столбика пико два столбика и в следующий столбик с одним накидом и так мы повторяя провязываем по всему ряду то есть мы вяжем 10 воздушных петель теперь вот эту конструкцию провязываем еще 7 столбик с накидом 7 воздушных разворачиваем столбик с четырьмя накидами над столбиком и отсчитываем раз два три 4 5 6 7 в восьмую воздушную петлю глухую петлю и теперь вот так держа по лицевой стороне наш квадратик обвязываем столбиками без накида обвязываем так так делаем прикреп не забываем подхватить цепочку и вяжем дальше в конце ряда после 10 воздушных в третью петлю подъема я провязываю глухую петлю следующий ряд следующий пятый ряд я провязываю 16 столбиков без накида под арочки вот у меня не помещается я сдвигаю и дальше под следующую арочку и дальше под следующую арочку 16 столбиков без накида провязали пять немножко сдвинули еще пять провязали чуть-чуть сдвинули и последние шесть и так провязываем по всему кругу в конце ряда я провязываю в первый столбик глухую петлю провязываю 3 воздушные петли подъема можете вешать маркер четвертую воздушную петлю внизу столбик пропускаю и в следующий провязываю столбик с одним накидом это раппорт я его повторяю по всему ряду столбик воздушка в конце ряда после одной воздушной петли в третью петлю подъема провязываем глухую петлю и в этом месте нужно посчитать у вас должно быть 64 дырочки филейных дырочки следующий ряд мы провязываем 7 ряд 2 столбика без накида в каждую дырочку в каждую арочку то есть там где воздушная петля мы провязываем по 2 столбика без накида в конце ряда в первый столбик без накида я провязываю глухую петлю ряд закончен следующий ряд 8 провязываем 3 воздушные петли подъема и можно добавить маркер в петлю воздушную петлю дальше 5 воздушных петель внизу два столбика пропускаем в третий столбик провязываем столбик без накида следите чтобы он не был вытянутым это первый столбик и дальше еще 23 то есть всего 24 столбика без накида в каждую петлю провязала 24 столбика дальше 5 воздушных петель подъема пропускаю внизу 2 столбика и в следующий провязываю столбик с двумя накидами внизу пропускаю 2 столбика и следующий столбик с двумя накидами 5 воздушных петель внизу два столбика пропускаю и начинаю провязывать 24 столбика без накида повторяя раппорт по всему ряду в конце ряда я провязываю 5 воздушных петель 2 столбика пропускаю столбик с двумя накидами и в третью воздушную петлю подъема там где маркер провязываю глухую петлю ряд закончен следующий 9 ряд под арочку я провязываю 6 столбиков без накида тут у меня 24 столбика без накида я над первым и над последним провязывать не буду я их пропущу вот у меня первый столбик и начиная со 2 я провязываю глухие петли глухие слишком не стягивайте и в то же время равномерно вытягивайте глухую петлю для того чтобы у вас строчка была одинаковая аккуратная чтобы вас не не гуляла величина ваших глухих петель чтобы петли глухие были все одинакового размера для этого вам нужно делать четкие одинаковые движения руками не дергать руки не подтягивать и тогда у вас все столбики будут ровненькие вот я довязала до предпоследнего последний не провязывая и подарочка провязываю 6 столбиков без накида пропускаю вот эти два столбика и в следующую арочку тоже провязываю 6 и так повторяя по кругу таким образом глухие петли у нас как бы не дают волнить нашему квадрату и он будет более ровным аккуратным провязываем по кругу в конце ряда в первый столбик мы провязываем столбик без накида еще следующий столбик и в следующий то есть всего три столбика без накида 5 воздушных петель и столбик с двумя накидами над 1 глухой петлей находим вот у нас первая глухая петля и за ней находим две нити то есть саму петлю мы не трогаем а за глухой петлей мы провязываем столбик с двумя накидами дальше пропускаем 1 2 3 глухие петли и в следующую будем провязывать столбик с тремя накидами провязываем 5 воздушных петель делаем 3 накида пропускаем внизу 3 глухие петли и за задние полу петли то есть за глухой петлю у нас находятся две ниточки мы провязываем столбик с тремя накидами дальше 5 воздушных петель столбик с пятью накидами внизу пропускаем 4 глухие петли считаем 1 2 3 4 и в пятую провязываем столбик с 5 накидами не вытягиваем нити помним 3 4 5 6 движений и верхняя петля видите не вытянутая аккуратная плотная 7 воздушных петель столбик с пятью накидами делаем 5 накидов следующую глухую петлю провязываем столбик с пятью накидами вот так не вытягивая провязываем столбик с пятью накидами 5 воздушных петель пропускаем 4 глухие петли 1 2 3 и провязываем столбик с тремя накидами после столбика с тремя накидами я провязываю 5 воздушных петель пропускаю 3 столбика и провязываю за глухой петлей за задние нитки столбик с двумя накидами 5 воздушных петель пропускаю 4 столбика и в 5 провязываю столбик без накида и всего 5 столбиков без накида каждый в свой столбик и так мы провязали 5 столбиков без накида и мы повторяем дальше раппорт 5 воздушных столбик с двумя накидами 5 воздушный столбик с тремя 5 воздушных столбик с пятью 7 воздушных столбик с пятью 5 воздушных столбик с тремя 5 воздушный столбик с двумя 5 воздушных и 5 столбиков без накида все это мы повторяем по кругу по всему ряду я провязала по кругу и в конце ряда после двух столбиков без накида я провязываю глухую петлю дальше провязываю один столбик без накида и 6 столбиков без накида под арку 6 столбиков под арочку и у меня еще две арочки по 5 воздушных я здесь тоже провязываю по 6 столбиков без накида арочка из 7 воздушных провязываю 10 столбиков без накида и дальше повторяю по 6 столбиков без накида в 3 арочки а вот здесь провязываю три столбика без накида над пятью то есть один буду столбик пропускать вот я провязала три арки по 6 столбиков столбик пропускаю провязываю 3 столбика без накида каждый в свой столбик над последним столбиком ничего не провязываю дальше повторяю 3 арочки по 5 воздушных я провязываю по 6 столбиков без накида а в угловую арку 10 столбиков без накида и так я провязала по кругу пропускаю вот первый столбик над вторым на третьем провязываю два столбика без накида и глухая петля дальше следующий ряд мы будем провязывать столбики без накида и делать пико сюда где мы провязали глухую петлю мы провязываем столбик без накида делаем пико после пико мы всегда следующий столбик пропускаем дальше вяжем три столбика без накида пико пропускаем столбик и вяжем три столбика без накида так вяжем до этой арочки где у нас угол и так мы дошли до угловой арочки у меня получилось 6 пико и я закончила на пико провязала два столбика пико внизу столбик пропускаю в углу я немножко по-другому вяжу два столбика пико и ничего не пропуская еще вижу два столбика и пико и после этого уже я повторяю пропустить столбик три столбика без накида дальше пико внизу столбик пропускаю и опять три столбика без накида то есть немножко здесь сокращается количество то есть два столбика пико два столбика а потом дальше мы вяжем раппорт повторяем как обычно и так мы провязываем по всему квадрату по всему ряду